Новосибирские новости Как объединиться дольщикам и сохранить имущество дома? Сюжет-инструкция Трудности перевода Китайские школьники приехали в Новосибирск, чтобы изучить русский язык и традиции Для этого вместо гостиниц они поселились в местных семьях Из-за терактов в аэропорту Стамбула Сегодняшний рейс турецкой компании Turkish Airlines прибыл в Новосибирск с опозданием на 3 часа Часть пассажиров от перелета отказалась Напомню, накануне вечера в международном терминале аэропорта Ататюрка прогремели 3 взрыва Погиб 41 человек, пострадали более 200 В связи с поднявшейся паникой Авиакомпания Turkish Airlines отменила более 300 рейсов И разрешила всем своим пассажирам, включая российских, бесплатно перебронировать билеты до 31 июля Судебные приставы выходят в рейды, взыскивая долги за коммунальные услуги Не только с жителей, но и с коммерсантов За горячую воду и отопление некоторые бизнесмены не платят по несколько лет Хроническую просрочку объясняют забывчивостью и экономическим кризисом Вероника Иванова наблюдала, как предпринимателей привлекают к ответственности Бизнес малый, а вот долги внушительные В этой парикмахерской только за горячую воду и отопление не платили почти год В итоге долг более 62 тысяч рублей Предприниматель, как и большинство неплательщиков, оправдывается То клиентов нет, то руки не доходят Но судебные приставы все равно арестовывают имущество А в этом салоне задолжали почти 40 тысяч рублей Через 10 дней я отдаю арестованное имущество на реализацию С последующим уже выносом, то есть арестованное имущество Если, может быть, какое-то имущество опять же появится То есть опять же арест имущества будет также производиться Проверка имущественного положения, как сегодня Также будут арестованы Должники новое имущество регистрировать не торопятся Зная о судебном производстве Хотя с ресурсоснабжающей организации можно договориться о рассрочке платежа по долгам Но практика эта не популярна Размер пени за тепловую энергию увеличен до 1,130 ставки рефинансирования Центробанка Таким образом, в настоящее время дешевле взять кредит в банке и рассчитаться за тепловую энергию Чем кредитоваться у теплоснабжающей организации Управляющие компании, которые страдают от неплательщиков, сами нередко становятся должниками Но от проблем научились ловко уходить Бросают погрязшую в долгах компанию и создают ее копию Например, у этой фирмы и название директора клиенты прежнее Но ИНН в налоговой получили другой И теперь это совсем другое юридическое лицо Долг в полмиллиона рублей числится за другой компанией Мы приехали сюда с целью того, чтобы арестовать имущество какое-то Но в связи с тем, что по данному адресу, по которому мы приехали Организация существует с таким же названием, но другой ИНН Исполнительные действия данного характера мы осуществить не можем Но если будет доказано, что ни денег на счетах ни имущества у прежней организации нет То ее руководителю за неуплату долгов грозит уже уголовная ответственность Вероника Иванова, Денис Савинский, Данил Смирнов, Новосибирские новости 1 сентября все системы отопления жилых домов должны быть готовы к зиме Об этом управляющий компанией и подрядчиков сегодня предупредил Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города По словам Сергея Клистова, сразу после отключения батарей Специалисты приступили к промывке отопительных систем Замене внутридомовых трубопроводов, отопления и водоснабжения, ремонту кровель Также сейчас полным ходом в городе идут гидравлические испытания Дополнительно в списке восстановление тепловой изоляции на трубопроводах Внутридомовых систем, утепление межпанельных швов, чердачных перекрытий Остекление лестничных клеток, ремонт входных дверей На сегодня выполнена треть всех работ Доступность жилья в Новосибирской области по данным одного из крупнейших рейтинговых агентств За последний год снизилась Так, семье со средним достатком без привлечения займов на квартиру придется копить почти 9 лет Но что делать, если заветные квадратные метры по факту все-таки куплены, а строительство дома затягивается? Анастасия Ваганова узнавала, как закончить долгострой Там на седьмом этаже однокомнатная В далеком 2003 году Анатолий Николаевич заплатил за каждый квадратный метр по 12 тысяч рублей Сейчас доплатить придется куда больше К таким затратам надо быть готовым, когда дело касается завершения строительства проблемного объекта Но прежде дольщикам необходимо найти друг друга и объединиться в жилищно-строительный кооператив Дмитрий также когда-то приобрел здесь квартиру, а в начале этого года стал председателем ЖСК Провел все необходимые экспертизы состояния готовности Ведь дом почти 10 лет стоял без консервации И его начали разбирать буквально по кирпичику К слову, в многоэтажке когда-то были вставлены все окна Пока дом не строится, важно позаботиться о том, чтобы его не разобрали Дольщики за свой счет могут нанять охрану Но если такой возможности нет, нужно обязательно заблокировать окна и проходы Как это, например, сделали вот здесь, чтобы ограничить доступ посторонних лиц в дом Для дольщиков этого дома долгие годы ожидания могли бы не закончиться до сих пор Если бы жильцы опустили руки Судиться застройщиком, которого признали банкротом, нет смысла Как и ждать материальной помощи с любой другой стороны Если это ваш объект недвижимости и ваша собственность Кроме вас, ей никто заниматься не будет Поэтому если годы идут, а ничего не происходит Ну, наверное, надо брать инициативу в свои руки И проводить общее собрание Убеждать дольщиков, находить инвестора То есть находить застройщика И только в таком случае это может сдвинуться с мертвой точки Новый застройщик может принять решение увеличить этажность долгостроя Чтобы для него этот проект стал экономически выгодным Здесь, к примеру, из 15 этажей сделают 19 И сдадут дом уже в конце следующего года Анастасия Ваганова, Денис Савинский, Новосибирские новости Воздух и вода в Новосибирске стали чище Специалисты оценивают состояние экологии на 9 баллов из 14 10 лет назад, сравнивают эксперты, выбросы нередко превышали предельно допустимые концентрации Теперь их значения снижаются с каждым годом Улучшить экологию в городе помогли очистные сооружения, качественное топливо Промышленные предприятия снизили объемы производства Решают проблемы очистки талых вод и ливневых стоков Утилизации промышленных и бытовых отходов Если ситуация с золоотвалами обстоит хорошо Такие отходы используют при строительстве и ремонте дорог То с бытовым мусором все куда сложнее Предприятий по сортировке и переработке не так много, как хотелось бы Решить проблему поможет только культура сортировки Пока не все новосибирцы готовы отделять пластик и стекло от пищевых отходов По последним данным он равен 9 Что позволяет квалифицировать качество атмосферного воздуха В городе как вполне удовлетворительно Если сравнивать с другими миллионными городами России То мы имеем здесь одни из лучших показателей Подростки стали чаще участвовать в преступлениях Стало больше и тех, кто совершает правонарушения в состоянии наркотического и алкогольного опьянения Об этом говорили на заседании антинаркотической комиссии Особенно ситуация обостряется летом, когда студенты и школьники на каникулах Чтобы их отвлечь от погубных привычек, в городе действует 100 трудовых отрядов В большинство притосах Еще 17 объединений организовал новосибирский штаб трудовых отрядов Особое внимание к подросткам из так называемой группы риска Для них организованы профильные смены в оздоровительных лагерях С участием психологов и добровольцев Через профильную смену на базе «Дельфин» уже прошли 18 подростков Состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних Город большой и мы все равно сейчас количество молодежи увеличивается Динамика бывает положительная, но она не такая, как бы нам хотелось Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы и вот у такой категории молодежи Город Новосибирск тоже, скажем так, было много возможностей себя реализовать На них крест, чтобы никто не ставил Навести порядок в похоронном бизнесе планируют с помощью нового федерального закона Сейчас он внесен на рассмотрение в правительство страны Прошлое действовало последние 20 лет и уже морально устарел Но некоторые специалисты считают закон сыры И в частности выступают против разрешения создавать частные кладбища и крематории В то же время другие эксперты, напротив, видят в этом только плюсы При этом все единогласно голосуют за ввод квалификаций для бальзамировщиков, рабочих ритуальных служб и других специалистов И за возвращение лицензирования в похоронную сферу Когда лицензирование было отменено, то в похоронку ринулись все, у кого даже не было транспорта Возили гробы на платье, привязывали к багажнику И, конечно, не было никакой квалификации Тем временем в Новосибирске появилась необычная услуга Заморозка тел азотом для последующего воскрешения На выставке похоронного искусства и ритуальных услуг рассказали о технологиях будущего Пока, правда, специалисты не знают точно, как будут воскрешать умерших О последних научных достижениях в погребальном деле Репортаж Александра Вяткина На выставке «Некрополь» показывают не только современные тенденции технологии погребального дела, но и традиции прошлого В таких нарядах богатые женщины в 19 веке приходили на похоронную службу Больше всего внимания уделялось платью вдовы, а именно ее спине Женщина, потерявшая мужа, шла первой, и все смотрели на ее платье сзади Поэтому спину украшали, чаще всего бантом По соседству с траурными нарядами – мраморные памятники Последняя новинка – надгробие в виде смартфона Похоронных дел мастера, если не шокируют, то удивляют Например, предлагают гробы класса люкс с резьбой и инкрустацией При этом в своей речи слово «гроб» представители ритуальной индустрии старательно избегают Данное изделие произведено из стопроцентного массива кедра Собирается это изделие вручную Процесс изготовления занимает 2-3 недели То есть это практически штучное изделие Стоимость такого последнего ложа – около 40 тысяч рублей Цена некоторых экземпляров доходит до 150 тысяч Эта выставка вызывает большой интерес у самих представителей ритуальных фирм Татьяна сюда пришла за сувенирами и подарками для друзей Это все ручной работы, это все из музея И очень замечательные подарки в память Мы не обычные люди и, соответственно, подарки не могут быть обычными То, что эти люди считают обычным и даже обыденным У большинства вызывает неприятные ощущения до мурашек Вот средства для последнего макияжа Здесь есть даже специальный парфюм Духи смерти для создания более комфортной обстановки на прощание, чтобы заглушить запахи Пока одни думают о том, как усопшего проводить в последний путь Другие размышляют, как победить саму смерть Тем, кто верит в жизнь, предлагают криотехнологии Алексей считает, что воскресить человека после заморозки можно будет уже через 20 лет Тело, либо головной мозг охлаждается сухим льдом И в контейнере отправляется в Москву на постоянное хранение И в Москве уже в больших дюарах вот такого вида Крио-клиент сохраняется при температуре жидкого азота минус 196 градусов Заморозить и хранить мозг усопшего готовы за 800 тысяч рублей Если все тело, то стоимость в три раза выше Как именно будут воскрешать человека, еще не придумали Но в этой индустрии предложения нередко опережают спрос Александр Вяткин, Олег Макаров, Новосибирские новости Новосибирские выпустили книгу о герое социалистического труда Федоре Горячеве Партийный и хозяйственный деятель Он руководил нашей областью почти 20 лет С его именем связаны такие грандиозные проекты, как основание Академгородка и строительство метро Книга о Горячеве – это коллективный труд Писали ее те, кто лично знал первого секретаря обкома партии Ветераны труда, деятели культуры И это не биография одного человека, а скорее портрет на фоне эпохи Когда в Новосибирской области совершили прорыв в строительстве жилья Были основаны научные центры, возведен театр «Глобус» Книга издана сиражом тысячи экземпляров В ней редкие фотографии, архивные документы Свидетельства тех, кто созидал Новосибирск в 60-80-е годы Все многие исторические достижения То, чем мы сегодня, так сказать, по праву гордимся в Новосибирске То, что представляет собой Новосибирск сегодня Это вот все закладывалось именно тогда Русский с китайцем – братья навек Школьники из Румчи, которые изучают наш язык по обмену, приехали в Новосибирск Здесь они живут в семьях И несмотря на каникулы, каждый день ходят в гимназию на занятия Полное погружение в культуру, быт и языковую среду Дает мощный толчок для освоения очень сложной для китайцев русской речи О столкновении традиций и трудностях перевода Расскажет Анна Гурьянова Наталья Никитина раз в год на две недели становится приемной мамой для китайских подростков У школьников есть традиция По приезду в Новосибирск они берут себе русские имена Так Айде стал Эдуардом, а Юлиау – Петей Главная трудность для принимающей семьи – чем накормить гостей? Они не едят картошку, каши, сладости С ужасом смотрят на блины А особенно нравятся пельмени и макароны по-флотски Они просили дать им стакан воды Ну, в нашем понимании стакан, они просили кубок Мы пытались им объяснить и показать Вот вы это хотите или нет? Мы хотим кубок В итоге сошлись вроде на бокале для лимонада Не только гости изучают язык хозяев В этой принимающей семье уже практически все разговаривают на смеси русского, китайского и английского По большей части на русском языке, так как я изучаю китайский только один год Но базовые фразы обихода я все-таки пытаюсь говорить на китайском языке Разговорные русские школьники из Китая оттачивают во время семейных обедов, прогулок и даже видеоигр А основное обучение идет на ежедневных уроках Гимназия Горностая уже несколько лет работает по обмену с Францией, Германией и Китаем Наши школьники на языковую практику едут в Европу и Азию А Новосибирск принимает иностранных подростков Русский язык они считают очень сложным из-за особенностей грамматики У вас есть слова, последние буквы надо менять У китайских школьников занят практически весь день С утра уроки в гимназии, после обеда походы в зоопарк, музей и театры Несколько раз в неделю мастер-классы по русским народным промыслам Подростков знакомят не только с традициями культуры, а с самой жизнью Она лучше учебника научит языку Потому что тебе нужно реагировать быстро очень на какие-то ситуации Быстро отвечать, то есть идет такой повседневный язык, так скажем Который очень важен и которому не учат в учебниках А через два месяца уже новосибирские школьники поедут в Урумчи с ответным визитом Будут учиться есть палочками, изучать китайскую культуру и преодолевать трудности перевода Анна Гурьянова, Роман Семенов, Новосибирские новости Чтобы оставаться в курсе последних событий, включайте радио «Городская волна» Частота 101,4 FM Завтра, в четверг, сразу после шестичасового выпуска Новостей в прямом эфире ток-шоу «Вечерний разговор» с пресс-секретарем мэра Артемом Роговским Об итогах работы народных избранников за сезоном поговорит с председателем Совета депутатов Новосибирска Дмитрием Асанцевым А на сайте Новосибирские новости читайте, где бесплатно в городе послушать рок и Моцарта с Бахом И на этом все, до завтра Новосибирск